Приветствую вас на Брэде. В первую очередь нужно сказать, что в данном возрасте агрессия имеет свойственную природу. Во-первых, это проверка своих сил, проверка границ, проверка дозволена от того, что я могу сделать, от того, что мне позволено, от того, что мне дают. Это какая-то попытка найти ограничители во внешнем мире для того, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, потому что именно этого не хватает ребенку. То есть, если до трех лет ребенок находился в относительной безопасности благодаря кроватке, благодаря родителям, то в возрасте где-то около трех лет и после трех лет ребенок уже начинает ходить, понимаете, что мир, как бы, он более большой, и вот, и там, как бы, требуется больше затрат на то, чтобы вернуть вот этот вот статус, кво, да, эту вот защищенность. Кроме того, до трех лет ребенку, как правило, позволяется достаточно много, в плане того, что ребенку позволяется, ну, по сути, все, да, все, что он может, но может он немного, но у ребенка есть ощущение, что он вообще всесилен, и как бы нет никаких запретов. С одной стороны, это радует, с другой стороны, это очень сильно тревозит, и ребенок пытается найти какой-то внешний ограничитель. Повторюсь, мы все выходим из устробы матери. В устробы матери идеальная защищенность, вот. И дети очень часто пытаются найти это состояние. Ну, и что там говорить, человек на протяжении всей своей жизни пытается найти это состояние. в той или иной степени за счет тех или иных ресурсов, но он это делает. Поэтому нужно на этот момент четко понимать, что ребенок хочет быть с сыном. Значит, смотрите, внешние ограничители, которые может искать ребенок, обозначаются далеко не экспрессивной реакцией, если можно так выразиться, родителей. То есть, если родители начинают ругаться, если родители начинают печатать, если родители начинают наказывать, если родители начинают разговаривать, то есть спокойно. Вот, это далеко не проявление внешних ограничителей, по крайней мере, для ребенка. Здесь я должен согласиться с коллегой Кудрячевым Игорем Леонидовичем и его ответом. Дело в том, что здесь важно поведение. Поведение, направленное на уважение личных границ и права выбора ребенка, но и на уважение личных границ и права выбора себя. И компромисс этих двух, казалось бы, непримиримых сторон заключается в том, чтобы позволять ребенку делать то, что он хочет, кроме, откровенно. Опасных или непозволительных вещей. Ну и позволять себе реагировать соответствующим образом на подобное поведение. Это обучают ребенка тому, что у каждого действия есть последствия. Эти последствия могут быть приятными, неприятными. Но это последствия. Когда идет в большей степени экспрессивная связь, обратная связь ребенку в ответ на его действия, то это совсем не то же самое. Иметь эту виду. Следующий момент. Агрессия является признаком угрозы. Ребенку постоянно что-то угрожает, ребенок тревожит, ребенок чувствует себя в опасности. Непонятно из вашего рассказа, есть ли реальный опыт такого рода переживания у ребенка. Непонятно из вашего рассказа, есть ли реальный опыт угрозы ребенку, есть ли реальный опыт переживания о какой-то опасности и так далее. Но это очень похоже, очень похоже, что ребенок не чувствует себя в безопасности. С чем это связано? С отношениями между родителями, например, между вами, я так понимаю, что ребенок этот ваш, его и матерью ребенка. Или, может быть, чем-то еще, но факт тот, что агрессия это защита. Защита, необходимость защиты, появляется только тогда, когда есть угроза. Соответственно, угрозы нужно изучить. Это может быть все что угодно, но, как правило, это поведение самих родителей. Дело даже не только в условиях проживаниях, хотя иногда это влияет тоже, но в гораздо меньшей степени, чем поведение родителей и в отношениях между друг другом. Следующий момент, последний, на который я хочу обратить ваше внимание. В какой-то степени, этот момент относится к феномену единственного ребенка. Если ребенок в семье один, или если ребенок младший, или если ребенка чрезмерно опекают, появляется ощущение, что он ничего не знает. Здесь появляется ощущение, что он ни на что не способен, что у него нет ни на что сил, и что он пустое место. В некоторой степени это угроза самости, угроза собственного я, маленького человека. Поэтому можно сказать, что косвенно я уже этого касался, но здесь есть небольшая нюанс. Дело в том, что через агрессию ребенок может пытаться показать, что он чего-то стоит, пытаться показать, что он на что-то способен, и вообще просто почувствовать свою силу, почувствовать некую обратную связь между тем, некую связь между тем, что он делает, и тем, что меняется в мире. То есть, ощущить свою силу. Агрессия – это самый примитивный, легкий, простой, интуитивно понятный способ это сделать. Ну, я думаю, что ребенок способен на больше, в данном случае. В данном случае это все-таки ребенок, это все-таки ребенок еще маленький. Вот, в принципе, то, что хочу вам сказать. Конечно, очень похоже на привлечение внимания, очень похоже, что ребенок привлекает внимание, хоть и звучит это несколько банально, но если проанализировать, как все происходит, то есть, вот, есть ситуация, ребенок, допустим, в этой ситуации спокоен, ну, относительно. Ситуация начинается, в какой-то момент ребенок становится агрессивным, он что-то делает, после чего следует реакция родителей. Если посмотреть на реакцию родителей, можно увидеть именно в реакции родителей то, что получает от этого ребенка. Изменив реакцию родителей, можно, как сказал мой коллега, рассчитывать на изменение в поведении ребенка. Вот, наверное, все, что можно сказать по данному вопросу. Кроме, разве что, некой несвободы по ощущениям и некой, что ли, что ли, закрытости ребенка от окружающей среды, и было не совсем понятным для меня причинам. Например, почему, значит, растет без общения со сверстниками. Чем это связано? Например, как вы, лично вы компенсируете, то есть ребенок не ходит в детский сад. Почему он не ходит в детский сад? С одной стороны, это не так уж и плохо, что он не ходит в детский сад. Потому что не всегда это плюс. Но, с другой стороны, требуется некоторая компенсация. Если ребенок не ходит в детский сад, значит, чтобы ему больше уделяли внимание в плане его индивидуального развития. Тут тоже не совсем понятно, как вообще происходит развитие ребенка. Следующий момент. Это то, что понятно. Поведение малыша, в поведении малыша, присутствует в достаточно большом количестве. Такая женская составляющая. И отказывается был, что ребенок мало, Ваимодействует с мужчиной. С отцом, с дядей, с девушкой, если есть. И так далее. Важно, чтобы ребенок чаще оказывался в мужской компании. В компании взрослых мужчин. Что он видел, как мужчины, например, себя ведут. И чтобы он, естественно, пытался быть похожим на них. Если ребенок не будет стараться быть похожим, то вот на мужчин. Если у ребенка нет идеала мужского поведения, то могут быть серьезные проблемы. К сожалению. Вот это то, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обязательно обратитесь к психологу для того, чтобы сделать более подробный анализ вашей жизни. Взаимодействие с матерью ребенка и другими членами семьи. Если вы отец. И тогда уже будет можно, тогда уже можно будет более детально и более конкретно дать какие-то рекомендации. А может быть найти и проработать при вашем желании те проблемы, которые есть у вас. Потому что ребенок это ваше отражение. К примеру, если вы какие-то чувства сдерживаете, ребенок будет набрать все эти чувства, выражать довольно хаотично. Поэтому так важно привести в равновесие гармонию себя, чтобы позволить это же сделать ребенку. Удачи вам. Всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok